На днях состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером, в ходе которого лидеры высказались в пользу укрепления договоренностей, достигнутых накануне гибели Ибрагима Раиси между Азербайджаном и Ираном. Судя по всему, переговоры были инициированы азербайджанской стороной. И хотя в сообщении пресс-службы об этом ничего не сказано, сам по себе повод, выражение соболезнований иранской стороне, предполагал звонок из Баку. А вот тема разговора между Алиевым и Мохбером была в равной степени важна и для Тегерана. Дело в том, что финальная встреча президентов Ильхама Алиева и Ибрагима Раиси была, по существу, исторической, ибо она закрывала длительный период колебаний политики Ирана в отношении Азербайджана, который серьезно мешал двусторонним отношениям. Особенно с осени 2020 года, когда Азербайджан вышел на свои суверенные границы, к чему руководство Исламской Республики, скажем прямо, готово не было. Что удалось Алиеву с Раиси? Однако со временем, особенно под психологическим воздействием реалий 2023 года, достигнутых Азербайджаном, позитивно-практический настрой на треке Баку-Тегеран стал преобладать, что отразилось в нескольких важнейших проектах, открывших новую страницу в Ирано-азербайджанских отношениях. Алиеву и Раиси удалось наметить контуры дальнейшего взаимодействия, как вокруг Армении, резко переориентировавшейся на запад, так и по крупным инфраструктурным проектам, таким как Зангизурский, Аразский коридор, а также по вопросам развития других маршрутов в экономическом поясе МТК Север-Юг. Со своей стороны, в последние два года правления президент Ибрагим Раиси не только сам демонстрировал твердость и политическую волю к сближению с Баку, но и настроил в этом ключе управленческий аппарат правительства Исламской Республики. Причем все это происходило в процессе известного стратегического сближения Москвы и Тегерана. В этот период Баку и Тегерану, в частности, удалось, начать работы по автомобильному и железнодорожному маршрутам, соединяющим Зангеланский район Азербайджана с Нахчиваном через территорию Ирана, довести в 2023 году товарооборот до показателя 688 миллионов долларов, при этом взаимный грузооборот продукции для товарных рынков и сетей двух стран составил порядка 800 тысяч тонн, обеспечить в критические для Российской Федерации 2022-2024 годы наращивание транзитного грузопотока по западному сегменту МТК Север-Юг по железнодорожной инфраструктуре около 5 миллионов тонн, по автодорожной — 5,4 миллиона тонн, запустить гидроузлы ИГЭС Худоферин и ГЭС Галасы, а также согласовать планы дальнейшего развития строящейся ардубатской ГЭС, продвинуться в вопросах реализации энергетического моста Иран, Азербайджан, Россия. Что дальше? Нынешний президент Ири Мохаммад Мохберни выдвинул свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы, но при этом, как никто другой, он погружен в нюансы внутренней иранской политики, а потому мог в полной мере поделиться с Ильхамом Алиевым своими оценками ситуации внутри политического расклада. Накануне 11 июня, даты публикации окончательного списка кандидатов в президенты Ирии, утвержденного Советом Стражей Конституции, выдвинулись около 80 человек, и среди них экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежат, три министра действующего правительства и 13 бывших министров, 38 депутатов парламента разных созывов, нынешний и предыдущий спикер Эмиджлиса Алила Риджани и Мохаммад Багир Галибаф. Главным сюрпризом с точки зрения предыдущих публикаций и аналитических выкладок стал отказ от участия в президентских выборах со стороны Хасана Хамени, внука основателя Исламской республики Аэталы Рухола Хамени, главы Совета по определению политической целесообразности Мохсина Ризаи, экс-президента Ирана Хасана Раухани и экс-главы МИД Ирии Мохаммада Джавада Зарифа. Громадное число претендентов, среди которых немалореальных и сильных политиков, вызывает невольную ассоциацию со строчками легендарной советской песни «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Хотя и понятно, что столь щедрая палитра кандидатов на пост президента, в полной мере отражающая специфику исламской демократии, на самом деле скрывает куда более жесткую вертикальную конструкцию управления, сконцентрированную в руках духовного лидера Исламской республики Али Хамени. Другое дело, что процессы последних лет постепенно размывают строгие предписания и со временем могут трансформировать теократию и привнести в политическую жизнь Ирана элементы сдержанного либерализма. Во всяком случае, такие тенденции уже прослеживаются. Нынешние выборы проходят в атмосфере значительно большего плюрализма и высоких ставок, чем в прошлые годы. К примеру, регистрацию для участия в выборах президента прошли четыре женщины. Недавно Центр развития Университета Имама Садыка опубликовал данные социологического опроса, проведенного в конце мая по поводу поддержки соискателей на президентское кресло. По его итогам были выявлены имена трех наиболее популярных кандидатов, Махмуд Ахмадинижат 23,7%, член Ассамблей по определению целесообразности Саид Джалили 20,7% и бывший министр иностранных дел Джавад Зариф 17,7%. Из остальных кандидатов более чем 5-процентная поддержка была только у исполняющего обязанности президента Мохаммада Мохбера 7,3%, хотя, как уже упоминалось, от участия в выборах Мохбер отказался. Любопытно, что авторитетный председатель иранского Меджлиса Мохаммад Галибав, которому приписывают достаточно высокий уровень влияния, получил по этому опросу только 4,8%. В то же время нельзя исключить, что итоги и публикации опроса могли быть скорректированы под одного из кандидатов и являться оружием информационной кампании. Баку Тегеран, предсказуемая закономерность в то же время, кто бы ни оказался в кресле президента Ирана, консерватор, реформатор или, что еще лучше, выходец из лагеря умеренных, сближение с Азербайджаном для Тегерана должно восприниматься как закономерность. Если проанализировать цепочку событий, влияющих на состояние глобальной экономики от пандемии коронавируса до войны в Украине, то для многих стран мира они запустили алгоритм, характеризующийся сокращением частного потребления, обеднением среднего класса и дальнейшим обогащением богатых. Примерно то же самое постепенно происходит и с группой государств среднего уровня, которые терпят издержки, становятся беднее и в попытках выправить положение увеличивают государственный долг на внешнем и внутреннем рынках. Единственным выходом из такой ситуации оставалось лишь усиление роли и влияние до структур в вопросах стратегического управления, а также увеличение объемов бюджетных статей как по расходам, так и по доходам при повышении налогов и их собираемости. Характерно, что в экономической плоскости выиграли в итоге не только цифровые платформы и отдельные корпорации флагманы новых технологий, но и спекулятивные сценарии в рамках целых отраслей, в соответствии с которыми по искусственным основаниям, включая скупку резервов для длительного хранения сценарий подготовки к войне, повышалась стоимость отдельных сырьевых товаров. Многие последствия этой сферы эхом повторяются и в сфере геополитики, когда ведущие государства или страны, сделавшие ставку на силовые сценарии, только усиливаются, а слабые государства или страны, сделавшие ставку на пассивное ожидание периода Тихой Гавани, продолжают ослабляться. Сильным, по пути усиления геополитика и региональная геополитика не исключение, просто масштаб поменьше, вещь достаточно затратная, предполагающая серьезное вложение в инфраструктурные сети различного уровня и назначения. И в этом плане Азербайджан, Иран и Россия имеют дело со схожими задачами. Ильхаму Алиеву удалось предугадать тренд инфраструктурных испытаний на период от полутора до двух лет. В результате бонусом стала та фора, которую получил Азербайджан, готовясь к штормовым 2020 годам. Поэтому для Москвы и Тегерана в партнерстве с Баку наиболее закономерным ответом на геополитические вызовы становится вложение в развитие совместных магистральных сетей энергомоста и транспортных маршрутов внутри экономического пояса Север-Юг. Конечно, есть вопросы экономических схем и выгодных моделей хозяйственной деятельности в обход санкций, которые нужно подтвердить и озвучить с новым правительством Ирана. Но это уже в частности в рамках общего стратегического маршрута.